Откроем второе послание Коринфянам, 13 главу, прочитаем 2 и 3 стихи. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу. Вы ищите доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он небессилен для вас, но силен в вас. Итак, Павел предупредил вот этим вторым стихом, с которого мы начали этот исходный наш текст, вышедших в своем поведении за пределы учения Христова Коринфян. Разумеется, это относилось не абсолютно ко всей церкви, но к некоторой части этой общины. Предупредил, что в следующий его приход к ним он больше увещаниями заниматься не будет, вот этих согрешивших. Но он применит данную ему свыше власть. Мы говорили об этом в прошлый раз, разбирали этот второй стих. И вот после этого он вновь возвращается к отношениям, какие имели место на тот момент между ним и Коринфянами. Апостол обращает внимание на поиск какой-то части этой церкви доказательств истинности его посланничества. Самой собой, разумеется, этой идеей были увлечены те из Коринфян, кто усомнился в апостольстве Павла. Причем, вот как видно из прочитанных слов, главное, что было подвергнуто сомнению, это именно проповедь апостола. Действительно ли Христос говорит в нем? Именно исходящее от Павла слово вызвало сомнение у некоторых. Это то, что мы много раз подчеркивали в ходе разбора данного послания. Дело было не в репутации Павла в глазах прочих людей, которая его не очень интересовала. Апостол защищает свое посланничество именно потому, что под угрозой Коринфян оказалась его проповедь. То есть, сама истина учения Христова, которая была ему передана для проповеди. И это угрожало уже духовности всей этой церкви в Коринфе. Почему вот этим ищущим потребовались такие доказательства? Неужели что-то в словах Павла было плохо обосновано и поэтому вызвало сомнение? Конечно, нет. Истина может подвергаться сомнению по двум причинам. Когда человек ее не понимает, что бывает, когда она плохо преподана, неправильно преподана, неясно изложена. И когда она не нравится. Один факт, что проповедь Павла произвела в Коринфе не просто единичных, уверовавших, но образовала целую церковь, то есть группу, организованную в общину для последующей христианской жизни в качестве поместной церкви, первый этот пункт отметает. Проповедь Павла была понята, потому что должным образом излагала истину, причем дело не только было в теории, она совершала в силе Святого Духа, о чем апостол говорит в начале первого послания этой церкви. Он там говорит во второй главе «И слово моё, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, а на насилие Божией». Значит, остается вторая причина. Истина, которая проповедана, не понравилась, а точнее разонравилась, перестала нравиться. Почему же вот этим искателем доказательств разонравилась истина, проповеданная Павлом? Здесь надо понять, что оппозиция апостолов в коринфской общине, она не была однородна. Она состояла из двух таких больших ветвей. Одна из них представляла увлекшихся сверской философией членов этой церкви, некоторая часть их увлеклась этой философией, которую в Коринфе было кому преподавать. Там на улицах сидели философы в окружении своих учеников, кто хотел, тот мог слушать все их рассуждения. И на эту проблему увлечения некоторых верующих в коринфской общине философией этого мира Павел указывал в первом послании, предупреждая, там в третьей главе, «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сем, тот будет безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». А философия эта подразумевала свободу плоти. Включая участие в идольских празднествах, в жертвенных трапезах, также распущенность, которая вообще была свойственна коринфскому обществу. На проблему распутства апостол указал и в этом послании. Вот в предыдущей главе мы в прошлый раз рассуждали над этим стихом. Это 21 стих 12 главы. Он там пишет, чтобы не оплакивать не многих, которые согрешили прежде, и не покаялись в нечистоте, в блудодеянии, в непотребстве, какое делали. И это одна из самых распространенных причин, почему в наши дни учение Христа очень многими верующими не принимается в том виде, в каком оно излагается в Новом Завете. Плоть ищет свободы, которой для нее в Завете Христа не только что нет, но вообще этот Завет предполагает ее умерщвление. А когда нет возрождения, плод жива и заявляет о себе, требуя того, что ей нравится. Без возрождения человек не только не может с нею бороться, но зачастую даже и не мыслит об этом, потому что его и мысли, и его чувства находятся под ее контролем. А поскольку в гиену огненную все-таки вот такого рода уверовавшим не хочется попасть, то и появляется потребность как-то совместить христианство с плотской жизнью, чтобы, живя по плоти, иметь обетование спасения во Христе. Отсюда и возникает всякого рода ветроучения, призванные предать учение Христу, недостающие, по мнению невозрожденных людей, предать этому учению недостающие ему гибкости в отношении плоти. Причем эти же учения, они не только формируются в целые культы с официальными проповедниками, с официальными служениями, официальными общинами, но они возникают и на индивидуальном уровне, как личная точка зрения отдельных верующих, которые ищут оправдание своей плоти и ради этого извращают Слово Божие. Прежде всего, для самих себя. Это касается вот того вопроса, который был поднят у нас в прошлый раз, после разбора уже. Таким людям очень трудно что-то доказать, потому что доказательства им не нужны. Они истину не ищут, им нужна ложь, которая у них сойдет за истину, которая бы их устраивала. Потому что они хотят служить плоти, а совесть их, то есть их сердце, оно не очищено. Отсюда рассуждение о свободе, какую они имеют, дескать, во Христе, чем оправдывают похоть и плоти. Что это за свобода? Неужели ранее до уверования они вот такой вот свободы служить своей плоти не имели? Чем она их отличает от людей этого мира, делающих то же самое? Знаете, это то же явление, которое обличил Петр в своем втором послании. Там во второй главе он говорит о людях душевных, как их назвал Иуда, апостол Иуда. И вот одна из характерных особенностей взгляда в этих людей и их проповеди, обещает им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем-то обижен, тот тому и раб. Это люди, они проповедуют собой. Я свободен во Христе, я могу делать все, что угодно. Это как раз поборники свободы для своей плоти. Знаете, это грандиозное заблуждение, что спасение во Христе подразумевает только лишь освобождение от суда, при том, что уверовавший остается грешником и грешником берется на небо. Спаситель, знаете, очковтирательством не занимался. Он не цепляет на грешников бирки, на кресте он этого не делал, не цепляет на грешников бирки праведников, но он прощает грех, уничтожая его, освобождая от него прощенного человека. Он делает его святым и праведным, праведным не номинально, но по самой сути. Во Христе человек перестает служить греху. Он не остается грешником, почему-то именуемым праведником при всех своих греховных делах, которые продолжает делать. Он действительно становится праведным. И потому освобождается от закона, который дан для грешников. Там, где грех, там и закон с его проклятием. Спаситель освободил нас от закона путем уничтожения греха, в результате чего закон стал просто не нужен. Но если человек живет во грехе, это значит, что свободы он еще не получил. И когда живущий во грехе заявляет, я свободен, потому могу делать все, что моя плоть захочет, то этим он утверждает, что он свободен от праведности, которая во Христе, а не от греха и суда, который его ожидает. Хуже всего для вот этого человека, что он отказывается признать себя грешником. Он оправдывает себя превратно истолкованными местами Писания. Его порабощенное плотью сердца принимает эту ложь, не реагируя на грех, не судит его. И поэтому говорить с такими людьми, доказывая неправедность тех или иных каких-то их поступков, зачастую бесполезно. Можно, устроив дискуссию, начисто разгромить такого человека на основании Писания, но от этого он учение Христа, вот как оно преподается Словом Божиим, все равно не примет. Он отправится на поиски новых доказательств, правильности своей разгромленной позиции, потому что он раб плоти, потому что у него неочищенное сердце, то есть совесть. А пока его совесть не заговорит, ему ничего не докажешь. Он нечестен в отношении самого себя. Он сам себя обманывает. И он хочет это делать. Итак, первая ветвь оппозиции апостолу составилась из увлекшейся греческой философией членов Каринской церкви, которые находили для себя оправдание вот их служению плоти, превратно толкуя требования учения Христова во свете вот этой мирской философии. Неизвестно, имела ли это часть оппозиции, это часть недовольных Павлом своего лидера. Из первого послания мы этого не видим. Апостол не упоминает никаких там уже учителей, которые служили бы центром вот этой ереси. А вот вторая ветвь оппозиции апостола, она была более организована. Это та, которую мы больше узнаем из второго послания. Вот те явившиеся из иудеи уже апостолы. Их не устраивала проповедь Павла, потому что она не была достаточно иудейской. И, наверное, потому еще, что не утверждала первенство церкви одних членов над другими, которым они очень хотели попользоваться. И еще потому, что она была слишком, эта проповедь была слишком бескорыстна. Она изобличала их корыстолюбие. Обе вот эти части оппозиции Павлу не находили должного отпора со стороны церкви в своих попытках подвергнуть сомнению истинность преподаваемого апостолом учения. И, возможно, не в последнюю очередь, потому что значительное число ее членов, которых, в общем, можно было бы отнести к более здравой части общины, в свою очередь подразделялись на так называемые школы или фракции, каждая из которых составилась из приверженцев одного из посещавших их церковь, учителей веры. Павел адресуется этой проблеме с самого начала первого послания. Были там считавшие себя учениками Киев и Аполлоса, вообще отвергавшие посланников Христа, именовавшие себя Христовыми. Была фракция даже Павла. По этой причине значительная часть входивших в эти школы и не считавших себя учениками Павла совсем не были обеспокоены происками оппозиции против этого апостола и защиты его имени перед его хулителем. Но, вероятно, даже, что и они подвергали сомнению посланничества этого апостола. Ко всем этим сомневающимся вот обращается Павел данным вопросом и тут же в ответе на него, на этот вопрос тут же приводит доказательство, которое, впрочем, он уже приводил в этом послании. Он говорит, это третий стих, «Вы ищете доказательство на то, Христос ли говорит во мне? Он небоссилен для вас, но силен в вас». Что имел в виду сказать этими словами апостол? Это примерно та же мысль, которую он высказал в третьей главе. Там, отвечая на заявление его критиков об отсутствии у него рекомендательных писем из Иудеи, Павел говорит, что вы, то есть сами Коринфин, являетесь нашим письмом, нашим рекомендательным письмом. Коринфская церковь является таким письмом, свидетельствующим об истинности апостольства Павла, потому что эта церковь возникла от его проповеди. И здесь, в разбираемом стихе, он указывает на пребывающего и действующего в них Христа как доказательство истинности его посланничества, потому что через него Павла, через его проповедь они уверовали во Христа и приняли его в свое сердце. А то, что апостольское слово проникло в их сердца, и они, поверив ему, обрели Господа, это однозначно свидетельствует, что устами Павла говорил именно спаситель Христос, никто другой. И это свидетельство пребывает. Христос по сей день силен в них, в Коринфинах, что видно хотя бы изобилие дарований, которые они имели. О этом Павел говорит в первом послании. Далее, четвертым стихом, Павел продолжает эту мысль. Он говорит, ибо хотя он, то есть Христос, и распят в немощи, но жив силую Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силую Божию в вас. Четвертый стих. Апостол говорит, что он с его сотрудниками, идя путем проложенным Сыном Божиим, разделяет его немощь, на которую он, Иисус, добровольно согласился. Он говорил ученикам, меня гнали, будут гнать и вас. О гонениях и вообще всяких бедствиях, какие доводилось ему переживать, Павел уже рассказывал в этом послании. И в другом месте апостол говорит, ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть в церкви. Это Колоссянам 1 глава 24 стих. Павел радуется, разделяя эту немощь, выражающуюся в земных страданиях по плоти, и даже усматривая их недостаток, стремится восполнить его. Знаете, это очень сложная мысль для верующих, вот такое отношение к скорбям. Но те из них, которые пережили блаженство страдания за Христа, они понимают ее. Вот в книге «Деяний» в пятой главе описан очередной арест апостолов и их свидетельства в Синедрионе, где Бог через мудрого Гамалиила избавил их от смерти. Они подверглись избиению на этом судилище, но написано, «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Это пятая глава «Деяния». Знаете, это странно, с человеческой точки зрения, блаженство испытывают дети Божьи, когда они, посвящая себя Христу, постоянно готовы понести страдания за Него и вообще расстаться с жизнью за имя Господа, если это потребуется. Они испытывают радость от сознания близости Христа, потому что разделяет с Ним страдания, какие Он нес, и в этом они уподобляются Ему, становятся похожи на Него. Они радуются от сознания умножения воздаяния, которое их ожидает в небесах. Но дело тут не ограничивается лишь собственными умственными выводами, что они все это знают. Дух Святой дает им чувствовать благодать свою, которая касается их сердец и наполняет их радостью. И Лука, мы видим, говорит, за имя Христова удостоились принять бесчестие. Именно удостоились, потому что это привилегия быть похожим на Христа, которая открывает доступ к великому воздаянию в небесах. Послание к филиппийцам Павел в 1 главе 29 стихом говорит, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Мы обычно говоря о страданиях, рассматриваем их с точки зрения испытания, которым совершенствуется вера человека, возрастает наше познание Бога, но реже, может быть, вообще даже никогда, я не помню что-то, затрагиваем вот эту сторону страдания, которое здесь говорит апостол. Оно и понятно, потому что мы пока еще негонимы, и посещающие нас скорби, это ну что, ну болезни, какие-то житейские неприятности, утраты, когда приходится расставаться с родными и близкими, которые Господь там призвал уже с этой земли. И во всем этом не так отчетливо выражена идея, которую проводит здесь Павел. Да, это все, если оно должным образом выдержано, перенесено, и если оно не явилось следствием наших согрешений, оно принесет воздаяние в вечности. Но вот страдания именно за имя Христова, когда мир ополчается против верующего, они особенно ясно позволяют несущему их понять вот тот их смысл, который объясняет Писание через вот эти приведенные и подобные им тексты. Вот эта идея уподобления Христу в этих страданиях. Павел только что в прочитанном нами 29 стихе из первой главы послания к филиппийцам просто объясняет такого рода страдания, как дар Божий, потому что в них обретается благодать, которую не знает человек, еще не вкусивший их. Итак, апостол говорит о Христе, что хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И они, то есть Павел и его сотрудники, разделив с Иисусом вот эту первую часть, немощь, они неизменно приобретают и вторую, жизнь силою Божию, потому что она неотделима от первой. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию. Здесь твердая, неразрывная причинно-следственная связь. Первое вызывает второе, и второе произрастает из первого. Павел уже излагал, ну, не точно такую, но похожую мысль в послании к римлянам. Там он в 6 главе говорит, «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения». То есть подобие смерти соединяет верующего со Христом и делает его подлежащим другому виду соединения, подобием воскресения вместе с ним. Но в разбираемом нами стихе апостол добавляет еще одну деталь. Он говорит, будем живы с ним силою Божию в вас, потому что Коринфяне является плодом служения Павла и его сотрудников. И вот их жизнь силою Божию со Христом выражена вот этим плодом. Спаситель, разделившим с ним его немощь, то есть страдания, дает привилегию разделить с ним и плоды его жизни, то есть иметь часть в этих плодах. И так гонение свидетельствует о немощи, а плод – о силе. И далее апостол произносит знаменитые слова. Это с 5 по 7 стих. Испытываете самих себя, верили вы, самих себя исследуете. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Собственно, знаменитым тут является первая половина 5 стиха. Призыв апостола Коринфянам к самоисследованию, к самоиспытанию. Но что конкретно имел в виду Павел под этим действием, которому он призывает Коринфян? Идет ли речь о том, что верующий человек должен по временам ставить себя перед каким-то соблазном, чтобы узнать, насколько он силен в вере? Мне довелось столкнуться и с такой идеей. Правда, дело там по-настоящему было, в общем-то, не в желании действительно познать степень своей веры, но было вновь желание следовать за плотью, о чем мы сегодня уже говорили, которая прикрывалась вот этой идеей самоиспытания. Один молодой верующий на вопрос, почему ты не бережешь себя от соблазна, но проявляешь интерес к этому миру, сближаешься с ним, идешь туда, где может быть соблазн, он так и отвечал, я себя испытываю. Ну, это самоиспытание закончилось грехом и отлучением. Но это было просто служение плоти, которое вот так прикрывалось упомянутой идеей. Если же у кого-то по-настоящему посетит мысль подобным образом выявить уровень своей духовности, степень своей верности Христу, то сразу надо внести ясность, сознательно подвергать, проделывать над собой подобные опыты – это грех. Христианин должен всячески избегать соблазна, а неосознанно ставить себя под его влияние, искушая Бога. Священное Писание дает нам способ самоиспытания или самоисследования, которое излагает тот же апостол в первом послании к Тимофею, 4 главе. Это, наверное, еще более знаменитые слова. Там 16 стихом он пишет «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». Это способ, который надежно покажет исследующему себя его положение перед Господом, качество его веры, его отношения с Богом, и при этом никакого вреда душе этого человека не принесет. Причем Дух Святой истами Павла призывает заниматься таким исследованием постоянно. Это необходимая часть духовной практики христианина, необходимая часть его хождения перед Богом. А что до жизненных испытаний, то это надо оставить исключительно Господу. Только Он знает, когда и в каком объеме верующий должен быть подвергнут экзамену на веру посредством вот тех или иных обстоятельств его жизни. И это относится к полномочиям только Бога. Верующий сам не вправе подвергать себя опасности, потому что Он есть сосуд, принадлежащий Христу. Он – собственность Господа. Павел вновь адресует коринфянам вопрос, который тоже уже задавал ему только в прошлом послании. Правда, там он его задавал им в несколько иной форме. В третьей главе, там, в первом послании, апостол пишет, «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И тут же добавляет, «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Этот вопрос является напоминанием об ответственности перед Господом за чистоту и исправность храма своего сердца, где обитает Дух Святой, за его посвященность Богу. Знаете, я не помню, мы когда разбирали первое послание, вот этот самый текст, касались ли мы этого, но сейчас надо это сделать. Тут из этих слов апостола ясно видно, что присутствие Духа в этом храме само собой не решает вопрос святости жизни человека. Без участия последнего этой святости не будет, и храму угрожает разорение. Дух Божий дает силу для святой жизни, но человек должен ею воспользоваться. Святость получается в жизни только тогда, когда человек присоединяет свои усилия к божественной силе, когда имеет место сотрудничество с Богом. Помимо его активности, активности человека, помимо его сознания, Господь не будет действовать так, чтобы руководить им, как куклой, марионеткой. Я как-то уже говорил, Господь в куклы не играет. По этой причине верующий порой нуждается в напоминании, что в нем пребывает Христос Духом Своим, и потому надо жить и действовать соответственно в его присутствии, чтобы это присутствие не оскорблять. И это Павел имеет в виду, задавая вновь подобный вопрос с Каримфином здесь уже во втором послании к ним, потому что, когда какая-то часть членов церкви занимается тем, что апостол перечислил в конце предыдущей главы, гнев, клеветание, чистота, блудеяние, непотребство и прочее, а другая часть равнодушно смотрит на все это, то тут явно имеет место облеченное Павлом забывчивость многим насчет пребывания Христа в них. Верующие перестали учитывать присутствие Господа, благодушно относясь к постыдным делам в их среде. И апостол, напоминая Каримфинам о Христе, фактически утверждает, что он присутствует в них. И одна только причина, почему это может оказаться не так, это если они совсем перестали быть тем, чем они должны быть. И далее Павел заверяет Каримфинам, что в истинности себя и своих сотрудников, как избранных Богом и посланных Господом на служение, они вскоре смогут убедиться, раз уж у них возникли сомнения на этот счет. Он говорит шестым стихом, «О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны». Он явно здесь намекает на скорый свой приход к ним, который подразумевает прямое столкновение с противниками истины в их церкви и явлении апостольской власти, о чем Павел предупреждал выше вторым стихом, говоря, что он уже не пощадит, если он придет к ним. Но тут же Павел говорит, что является предметом его и его сотрудников в молитве относительно Коринфян. Это седьмой стих. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть, ибо мы...» Ага, да, на этом остановимся, на седьмом стихе. То есть, иными словами, апостол просит Бога, чтобы они не из-за страха перед вверенным ему, Павлу, жезлом, стали бы исправлять свои поступки, но даже если бы и не видели в нем апостола, наделенного свыше властью, поступали бы свято, ходя перед Богом, а не перед Павлом. И вот эту молитву он подытоживает уже обращенными к этим верующим словами. Это восьмой стих. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». То есть, коринфянам нечего бояться жезла в руке Павла, если они исправят свое положение и пребудут в истине. Апостол в таком случае не будет оснований наказывать исправившихся. Он не печется о личной репутации, которая там подверглась сомнению, а нанесен на ему обиде, которая там была, он ее не вспомнит. Его власть, вот этот самый наказующий жезл, действует за истину, когда ее надо отстаивать, потому что она попирается. Но он не действует против нее. Если Павел найдет коринфян вернувшимися в должное состояние, то есть стоящими в истине, он не будет карать за прошлое, потому что такое наказание уже было бы вопреки истине. Наказывать за прошлое, от которого отреклись, это не будет справедливо. Павел говорит, что у него нет апостольской власти и силы действовать несправедливо, то есть вопреки истине. Далее Павел еще раз определяет свою и своих сотрудников позицию в отношении состояния коринфской церкви. Девятым стихом он говорит, «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а сём-то и молимся о вашем совершенстве». То есть мы радуемся в своей немощи, потому что это обеспечивает нам силу свыше, как апостол пишет об этом 10 стихом предыдущей главы. Там он говорит, «Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Мы радуемся, когда вы сильны, не тогда, когда мните себя сильными, но проявляете себя сильными в вере, потому что такое бывает, когда верующий находится в правильных отношениях с Господом, и сила Божия пребывает в нем, и он пользуется этой силой. Вот другой апостол Иоанн говорит в своем третьем послании, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Это та же радость, о которой пишет Павел в разбираемом стихе, и апостольское слово, которое мы сейчас рассматриваем, надо также разуметь, как продолжение мысли восьмого стиха. Павел объясняет Коринфянам, что их исправление, если оно произойдет, даст ему полное удовлетворение. Это то, чего он желает, и ни о каком взыскании в таком случае речи быть не может. Он не будет вспоминать им то, в чем приходилось их ранее обличать, те обиды, которые были ему нанесены его критиками. И апостол подтверждает в этом следующем десятом стихом, «Для того я пишусь и я в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению». У Павла нет желания прийти в Коринф и разделаться со своими свиновными, но, напротив, избежать этого, чтобы не пришлось пускать в ход вот этот наказующий жезл, уверенный ему Господом для созидания церкви. Удаление из церкви не поддающихся исправлению какими-то другими средствами, это болезненная операция, но она служит на благо церкви, потому что она предотвращает ее последующие разрушения. Но вот наказание уже исправившихся, вот пщение за бывшие несовершенства, за бывшие обиды, это уже не послужит духовному оздоровлению народа Божия. Это было бы уже разорением церкви. И Павел говорит Коринфянам, что он отлично понимает назначение данной ему свыше власти наказывать предавшихся греху. И этими словами апостол завершает вот этот трудный разговор, который во втором послании своем он оставил на самый конец послания. И с 11 стиха апостол, знаете, когда читаешь, вот это как-то вдруг прерывает обличение и говорит, впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапзанием святым, приветствуют вас все святые, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Это до конца главы. Вот после такой бурной части послания вот эти слова звучат, как будто бы они адресованы к какой-то другой церкви. Но мы здесь снова должны вспомнить, это будет полезно нам, что, как кажется, не очень такой приглядный образ коринской общины, которая обычно складывается у читающих вот эти два апостольские послания к ней, он не совсем точен. Да, эти послания не полны описания и разбора многих недостатков коринфян, но это потому, что Павел сосредотачивается на них, потому что их надо было исправить, а потому что церковь в целом во всю историю ее пребывания на земле, не только коринфян и вся церковь, она будет сталкиваться с подобными проблемами и должна знать пути их решения. Просто проблемы коринфской общины оказались в обоих посланиях Павла как бы под микроскопом. Но все-таки в целом апостол не через призму вот этих недостатков оценивает эту церковь. Вот в седьмой главе этого послания Павел говорит коринфянам, я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Это его общее восприятие коринфской церкви. Она, оказывается, послужила ему и утешением, и радостью среди переживаемых скорбей. И вы знаете, если бы Павел вот оказался нашим современником и взял бы нас под микроскоп, я не уверен, что его послание к нам выглядело бы мягче, чем вот второе и первое послание коринфянам. Но вот на что хотелось бы обратить внимание вот в этом окончании данного послания. апостол призывает коринфян радоваться, утешаться, быть единомыслием в мире, приветствовать друг друга целованием и в самом конце благословляет их святой троицей. Мы бы определили коринфскую церковь со всеми вот этими раскритикованными Павлом ее взглядами как общину какой-то другой отдельной деноминации. То же самое мы бы сказали о галатийских церквах, исходя из послания Павла к этим церквам. И знаете, в немалой, наверное, степени это было бы правильно. Так они и образовались, вот эти деноминации, из каких-то несовершенств, недопониманий учения Христа и прочего. Фактически мы и наблюдаем вот через апостольские послания ранние признаки формирования христианских течений. Это нехорошая тенденция, отрицательные плоды, которые мы в полной мере видим сегодня нашими глазами. Но мы также видим, что апостол обличая все вот эти незастатки и заблуждения Коринфян, при этом не отделяет их от церкви Христовой, которую и воспринимает как единый народ Божий. Он и в середине вот этого окончания свое послание говорит, это 13 стих, приветствуют вас все святые, невзирая на то, что эти все святые это другие церкви, которые совсем не придерживались тех же взглядов, что и Коринфяне. Апостол дает понять Коринфянам, что они часть церкви, не отделяя их от нее из-за найденных у них там несовершенств понимания учения Христова. Общение верующих, принадлежащих к разным динаминациям, это наука довольно сложная, трудная. И важнейшим ее положением является общность церкви, Христовой перед лицом Божиим, помимо разницы в понимании новозаветного учения в их среде. Восхищение, которого мы ожидаем, не является привилегией одного какого-то христианского течения. Все в конечном итоге решает личное исповедание, то есть личное отношение верующего с Господом. И те, кто эти личные отношения имеют, это люди, принятые Богом. Это его народ. И с этим народом, как Павел призывает, как он говорит, с этим народом пребывает благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Аминь. Давайте помолимся. Господи, говорите, что это действительно в случае вот этого благообразия и церкви тому, чтобы мы сходили в истине и не уходили ненаверим на правду. Я прошу тебя, Господи, если дня и всех нас и всех жизни живет святой жизни, которую ты оставил в том, что ты благодаришь Господи за это наконнение, как нам жить и как поступать до того, что ты святого на этом мире. благослови, Господи, и истинно славы на имя нашей имени каждого нас и на все хорошее имя имя Аминь. Господь наш Бог, слава Тебя, хвала Тебя, благодарность Тебе, что Ты из всех народов собрал Тебе, себе и собираешь свой избранный народ. Ты обращаешь себе людей, не знающих Тебя, никогда не принадлежащих тому народу, который Ты от начала избрал и назвал Своим. Но Ты по милости Твоей спасаешь их, Ты из-за них пролил Свою кровь, Ты даешь им жизнь, и Ты желаешь, чтобы они ходили во свете Твоей истины. Благослови нас, Господи Боже, жить так и ходить так, чтобы прославлялось Твое святое имя. Благослови нас, Господи, понимать и разуметь общность народа Божия в Тебе. И сохрани нас, Господи, при этом от всех ветроучений и ересей, которые служат плоти, и которые бушуют сейчас вокруг нас и захватывают многих верующих, неутвержденных Твоей истине. Сохрани нас, Господи, от этого зла, а мы прославим Тебя, нашего Бога, нашего Создателя и нашего Спасителя во веки. Аминь. Так, у нас, наверное, у нас есть еще время. Садитесь, пожалуйста, если есть вопрос или дополнение, можно сейчас сделать. Такой вот вопрос интересный. Почему, когда Павел был вознесен в видении, то он ничего не понял, ничего не смог пересказать. Но когда Иоанн, так на 22 главы написал. Это связано с каким-то Божьим, как вообще такое понимать? Во-первых, Павел не говорит, что он ничего не понял. Он то понял, но он пересказать ничего не смог. Иоанн смог. Потому что то, что Павлу дано, это было Павлу лично. То, что дано было Иоанну, это было дано для церкви, для того, чтобы он изложил это верующим. Это вся разница. Хорошо. И такое это уже не по теме. Какая следующая книга в разборе будет? Вот Виктор Александрович говорит, что это будет послание к евреям. Очень хорошо. Но я должен вас немножко так, предупреждение сделать, что у нас будет перерыв. Примерно месяц. Потому что это второе послание оказалось тяжеловато, я должен вам признаться. Я чувствую себя уставшим. Нужен отдых. Поэтому пожалуйста. Среди с последними твоими фразами, когда ты сказал, что вот христианство как бы оно изначально, так сказать, будучи единым, потом разошлось по деноминациям. Насколько сегодня нам нужно быть принципиальными, вот как бы веруя и принадлежа своей деноминации, своей конфессии и общаясь там, допустим, с другими конфессиями, близкими к нам, вот где мы должны поставить себе барьеры или вернее не барьеры, а границы для того, чтобы ну уж всех не обнять. Понятно. Есть, конечно, определенная разница между понятиями отношения к другим верующим и общения с другими верующими. Вот это последнее требует, конечно, осторожности. И, разумеется, во-первых, все-таки надо понимать, что церковь имеет свои границы. И в настоящее время в мире присутствуют такие вероучения и течения, которые находятся за пределами этой границы. Мы не можем к церкви отнести ни расселитов, ни мормонов, потому что это учения, которые давно ушли с христианской базы, которые не исповедуют Христа Богом, или не исповедуют Христа, что Он умер на кресте. То есть они не исповедуют фактически спасение. Потому что Христос, Который не умер и не воскрес, Он, значит, никого не спас. Христос, Который не Бог, Он не может никого спасти. Вот это надо учитывать. И потом, конечно, надо понимать, что если верующий, который немножко не так понимает, который относится к другому течению, общаясь с нами, начинает уже, так сказать, прозелитизм, заниматься. Пытаясь навязать свою точку зрения, тут уже надо быть очень осторожным в этом отношении. Это, конечно, такие очень общие мысли, потому что это отдельная тема и довольно большая тема. Это специальный, так сказать, разбор надо по этому поводу делать, приготовить. так, есть еще вопросы? Все. Благодарю вас за внимание. для меня. Спасибо. Продолжение следует...